Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Ну, в 10 минут уложиться и рассказать о всех практических рекомендациях практически невозможно, поэтому буду прямо вот крайне коротко. Наши какие-то слайды с предыдущим докладом, Светлана Андреевна, перекликаются. Значит, ну, урологически, гинекологически есть там что-то и общее. Так, вы презентацию видите? Ну, реабилитацией онкологических пациентов мы занимаемся уже более 15 лет, поэтому у нас определенный опыт уже сложился. Ну, о тех последствиях, которые встречаются после радикального лечения гинекологических пациентов, скорее всего, вы все знаете. Занимаемся мы реабилитацией по синдромам. Есть определенные синдромы и есть определенные методы коррекции. Конечно же, у нас мультидисциплинарная реабилитационная программа включает в себя более 37 специалистов. Конкретно, если касаться онкогинекологии, это физиотерапевты, врачи лечебной физкультуры, онкологи, урологи, гинекологи. Часть, конечно же, не входит в наше отделение, но у нас есть возможность, конечно же, консультировать этих пациентов. Медсестры, физиотерапевты, массажисты. В зависимости от конкретных задач и целей, которые стоят, пациент приходит на консультацию, составляется индивидуальная программа реабилитации с определением реабилитационного потенциала, с определением целей и составляется уже план реабилитации. Даже мы недавно начали уже использовать шкалу ШРМ до лечения и после лечения. Реабилитации мы занимаемся на первом и третьем этапе. Второго этапа у нас нет, но нам пока этого, в принципе, достаточно. Еще раз хочу напомнить, каждый год мы говорим об этом, что в Самарской области есть территориальная программа обязательного медицинского страхования, куда все реабилитационные мероприятия в ОМС входят. Это что нам позволяет сделать? Это позволяет на первом этапе в КСГ включить наши реабилитационные услуги. Непосредственно, когда пациенты находятся на стационарном лечении, реабилитационная команда уже подключается, а на третьем этапе, на амбулаторном и дневном стационаре, когда пациенты находятся, нам позволяет отдельно каждую услугу выставлять в счет ОМС. Это, наверное, наши отличия и то, что у нас в этом плане большие возможности. 9,5 женщин, перенесших противопухолевлечения, находятся на диспансерном наблюдении в Самарской области. В основном это возраст от 21 до 59 лет, и причем 30% это находится в возрасте от 25 до 40. И вот понятно, да, высокая значимость реабилитации этой категории пациентов. Принимаем мы на реабилитацию пациентов с первой по третьей стадии. Здесь на этом слайде представлены определенные и основные осложнения противопухолевлечения. Основная задача в раннем этапе – это, как и при других патологиях, ранняя активизация, уменьшение послеоперационного отека, болевой синдром, купирование и так далее. На позднем этапе примерно все то же самое. Добавляется еще коррекция лимфовенозной недостаточности, нормализация тонуса мочевого пузыря. И, как вот говорили ранние докладчики, конечно же, роль психологической реабилитации очень важна, и она на самом деле у нас начинается с момента постановки диагноза. Нельзя не сказать отдельно о значении реабилитации во время лучевой и химиотерапии, потому что здесь еще добавляются некоторые методы лечения физической реабилитации. Прежде чем поступить к нам в отделение пациенты, проходит вот такое вот обследование. Конечно же, все начинается с онколога. Ну, это вот наши пациенты, которые приходят после гинекологических операций. Так примерно это выглядит, лимфовенозная недостаточность. Значит, при осмотре мы смотрим, конечно же, и на цвет кожных покровов, на объем конечности, делаем пальпацию, все это тщательно записываем. Вот то, что я говорила, есть синдромы, есть методы коррекции физические, физиотерапевтические. Не буду на них останавливаться, презентации мы всегда забрасываем, они есть, можно их скачать. Поздний восстановительный период. Методов достаточно. У нас в отделении свыше 70 единиц техники физиотерапевтической. Лечебная физкультура, конечно, без нее вообще никуда она стоит у нас во главе. Начинается прям буквально иногда с первого, с седьмого дня. Все зависит от тяжести, состояния, от объема оперативного вмешательства. В реанимации это либо, если пациент не поступал в реанимацию сразу в отделение, то тоже лечебная физкультура присоединяется. Методы лечебной физкультуры у нас все возможны. И скандинавская ходьба, и пилатес, и йога, и так далее. И с физиотерапией тоже не буду останавливаться на моментах. Все-таки в своем докладе он звучал практически рекомендацией. Мы хотели, конечно, и практически какие-то моменты указать для физиотерапевтов. Ну вот на слайдах они есть, нужно будет, можно будет скачать. Значит, что мы сделали еще у себя в Самарской области? Конечно, вот те нормативные акты, где указаны были показания, противопоказания к реабилитации онкологических пациентов, они еще не пересдавались. Но надеемся, что это скоро произойдет. Но так как себя нужно тоже каким-то образом обезопасить, мы в Самарской области утверждаем методические руководства совместные нашим медицинским университетам, главные специалисты в области онкологии, главные специалисты в области реабилитации. Нам помогают в этом, и на основании этого мы работаем. Одно методическое руководство мы уже выпустили, это по лечению постмассокотомического синдрома. Сейчас готовятся гинекологические, урологические пациенты. Реабилитация. Не буду останавливаться на тех методах, они у нас представлены более чем. И ГБО, и озонотерапия, мануальный лимфатический дренаж, бандажирование, отейпирование, компрессионный трикотаж на шею, медикаментозное лечение. Психологическую реабилитацию Светлана Андреевна уже озвучила, без нее никуда нельзя. Ну вот, в принципе, наверное, и все. Играет музыка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...